В Кузоватовском районе, в отличие от нашего сурского выезда, мы не мечтали увидеть рассвет. Поэтому выехали не очень рано, в 8 утра. Предстоящие 113 километров мы предполагали преодолеть за полтора-два часа. Однако, благодаря недавно отремонтированным участкам трассы, проехать это расстояние получилось даже быстрее. Планировалось, что в районном центре мы осмотрим Краеведческий музей, однако встретивший нас куратор, начальник управления культуры Кузоватовского района Ирина Сайгина подкорректировала наши планы. Оказалось, что в этом году из-за пандемии ремонт музея немного затянулся, поэтому посетить его всем не удалось. Туда пустили только нашу съемочную бригаду. Все желающие смогут попасть туда только 1 ноября. И мы это очень рекомендуем. Наш музей рассказывает о зарождении жизни, быта, народа на территории Кузоватовского района с эпохи Палеолита и заканчивая нашей современностью. Здесь вы можете ознакомиться со всеми периодами формирования района. У нас представлены выставки формирования сел, крестьянский быт, крестьянская изба, период гражданской войны, Великая Отечественная война, Советский Союз. И наша основная гордость – это уголок Семена Петровича Сорокина, нашего замечательного резчика, который внес неоценимый вклад в развитие района. Мы ее будем открывать, эту экспозицию, 1 ноября 2020 года. И там будут представлены предметы его резных работ, репродукции и, конечно же, представлены работы наследников Сорокина, то есть наших современников резчиков Кузоватовского района. Парк деревянных скульптур – прямое наследие резчика Сорокина. Здесь выставлен на всеобщее обозрение полет творческой фантазии как наследников знаменитого резчика, так и участников фестиваля резчиков, который ежегодно проходит в районе. Мордовские традиции иногда очень схожи с русскими, но они архаичнее, поэтому сказочные фигуры производят на посетителя парка глубокое впечатление, привлекают и пугают одновременно. Мордва всегда была очень близка к природе и особенно к лесу, и это заметно прежде всего здесь, в парке деревянных скульптур имени Сорокина. После парка мы отправились в село Кивать. Там нас ждала встреча с мордовской культурой, поверьями, обрядами. Летом в селе проходит мордовский фестиваль «Мастеровань-морот», который в наши дни собирает сотни участников, любящих русскую и мордовскую песни, национальную одежду и прочие национально-культурные маркеры. Однако это далеко не все, чем сегодня славится Кивать. И вот за моей спиной находится село Кивать, где, по поверьям, всегда проживали колдуны. Говорят, что они проживают здесь и сейчас, и те, кто верят в знахарей, ездят лечиться именно сюда. Проехав без остановки через само село, мы остановились у входа в этнодеревню. Это пространство отделено от остального естественными границами. С одной стороны гора, с другой ручей. Хозяйка деревни, мост Рава, мать-земля, встретила нас перед мостом. Мастер Рава встречала нас с традиционным приветствием, в котором воздается хвала Мордве и друзьям Мордвы, после чего мы по ее предложению выстроились в хоровод и прошли под ее песню. На удачу завязали ленточки на березе, затем проследовали в деревню. Здесь нам предложили загадать желание и бросить в воду цветы и ягоды. В деревне есть деревянные фигуры мордовских духов. С каждым из них можно пообщаться и загадать желание. Например, посидев на камне и потерев яйцо, на котором сидит богиня-плодородие, надеяться на скорое известие о появлении детей или внуков. Кроме того, Мастер Рава повязала нам на руки красную нить, наказав при этом закопать ее в землю через три дня. Следующим объектом стала Мордовская изба. Брали невесту в нашей деревне, она пряталась в чулане, вот там. И, конечно же, сваха, которая отбивала эту невесту, она спрашивала, выйдет ли она замуж. Были такие случаи, когда невеста не хотела выходить и отказывалась. И тогда она не принимала белый платок. Белый платок назывался авантатия, который набрасывался на девушку, на невесту. По-мордовски невеста – это отерево. А потом она становилась женой, хозяйка, лимезу унесель. Вот так называли. А жених – это невеста уряка еще называли. А жених – это чора, который приходил свататься. В Мордовской избе для нас реконструировали обряд сватовства. Жених приходит к матери невесты, просит ее руки. Мать спрашивает, дочь согласна ли она. Та дважды отказывает, а на третий соглашается. Жених и невеста – работники культуры. Однако все действия помогли воссоздать старожилы села. Поэтому и песни, и сам обряд аутентичны, как и наряды, которые шиты самими сельчанами. Мать благословила жениха и невесту, после чего пригласила нас, как гостей, за стол, где мы попробовали традиционные мордовские закуски, напитки и свадебный пирог. Пирог, несмотря на кажущуюся простоту, очень вкусен. А секреты его приготовления нам приоткрыла организатор Наталья. Это пирог называется каймака – мордовская ватрушка, которая печется, конечно, в мордовской печке. И она, конечно, готовится из картошки и из теста. Но, конечно, в этом пироге очень много сдоба. Туда кладется, конечно, и яйца, сметана, молоко, мука. И, конечно же, еще особенная есть закваска, которая делается, это передается из поколения в поколение только женщинам, которые пирог этот пекут. И формируется форма солнца круглая, и в середине кладется эта картошка, по краям, конечно, это из теста она формируется. И наверх заливается желток, яйцо. То есть это солнце, которое дает нам тепло, которое охраняет нас, которое дает нам, конечно же, счастье, радость. И когда приподносишь этот пирог, то людям даришь солнце, радость. Здесь с удовольствием каждому дарят солнце и добро. Однако хозяев немного печалит, что в этнодеревню не приходят инвесторы. Наверное, это происходит потому, что о международном фестивале, проходящем здесь ежегодно, мало говорят и пишут, за пределами Ульяновской области. И многие о нем просто не знают. Когда этим пирогом угощаешь, то приговариваешь. Эрик мой пару терам парсти, чтобы селат улевель, чтобы тонть оймесать, весь и пару улевель. Сайте прикиньте и кургозут. Кургозут, кургозут, бутык и сускик. Возьмите пирог. Настоящий мордовский пирог. Можно попробовать только в селе Кивать. Кузоватовского района. Попрощавшись с Мастаравой, мы осмотрели деревянную церковь села Кивать. Храм Казанской иконы Божьей Матери ведет свою историю с 1737 года. Несколько раз церковь горела, но каждый раз ее восстанавливали на прежнем месте. Последний пожар случился в храме в 1887 году. С тех пор больше церковь разорению не подвергалась. Она не была закрыта даже в годы советской власти. Коммунисты не раз пытались разорить храм. Однако каждый раз жители села грудью отстаивали святыню. Вот что об этом рассказывают. Как-то приехало начальство. На всю область было тогда всего семь действующих церквей. Две в Ульяновске, одна в Ляховке, где-то еще, не у нас. Ну и начальство решило нашу церковь взорвать. Посмотрели, прислали уже минеров, а наш председатель, он верующий был, успел быстро оформить церковь как колхозное зернохранилище. После чего туда все сельчане навезли зерна. Минеры хотят минировать и взрывать. А он им, не дам колхозное добро уничтожать, и бумажки им под нос. Не отступились они от нашей церкви. Сейчас Кивацкий храм – знаковое место для всей области. Первые лица региона на свои средства отлили колокола. Однако проблема у церкви есть и сейчас. Рядом с церковью находится газораспределительный пункт. Подвезти к храму газ не разрешают. Как не разрешают сделать котельную и протапливать деревянную церковь газом, что продлило бы жизнь здания и создало бы комфортные условия для верующих. По словам местного священника, причина – бюрократические проволочки газовых специалистов. От церкви мы отправились дальше. Путь лежал через село Красная Балтия, где каждое лето проходит уникальный не только для региона, но и для всей России латышский праздник Лига. Мы в селе оказались слишком поздно, но наши друзья-фольклористы Михаил Матлин и Евгений Сафронов любезно предоставили нам свои материалы, и мы можем познакомить вас с очень красивым народным праздником, который отмечается каждое лето в день летнего солнцестояния. Этот праздник давно, все время, все время, потому что эта деревня чистая была, латышская. И вот как они уже начали вот это, ну, свою, ну, как объяснить, ну, традицию, и эта вот традиция идет уже все время, всю жизнь. В общем, как только это вот село образовалось, и эта традиция. Только красиво было вот озеро, веночки пускали, все, красота такая. Праздник Лига, если его соотнести с славянской культурой, напоминает день Ивана Купала. Местные иногда его называют Янов день. В праздник здесь зажигают специальные костры, плетут венки, поют песни, танцуют, водят хороводы, ищут цветок папоротника, надевают национальные одежды. Этот день до сих пор служит причиной для многих, уехавших навсегда отсюда сельчан, вернуться, встретиться с друзьями, еще раз прикоснуться к своим корням, наполниться силой предков и породниться с природой. И пусть сегодня село не процветает, но оно никогда не исчезнет, как многие другие, пока есть праздник Лига. За Красной Балтией в лесу нас ждало Чекалинское озеро. Уникальность этого места в том, что даже сейчас, в середине осени, там много ягод. Нам удалось поесть черники, брусники, клюквы. Кроме того, там очень интересный берег, который называется Сплавина. Берег здесь состоит из корней травы, которые иногда отрываются и буквально островами уплывают в озеро. А еще здесь живой берег. Живость объясняется тем, что корни травы находятся не в земле, а прямо над гладью озера, под нами прыгающими около восьми метров глубины. Купаться в этом озере опасно, но на рыбалку местные жители ходят. Здесь ловится в основном линь и карась. Я здесь в 80-х годах был первый раз. Собирали ягоду. Второй раз – это в начале 90-х. Приезжал рыбачить. Закидывал веш. Судочки почему-то не ловилось. А вот веш оказался полный. Даже для многих местных жителей озера – открытие. Вместе с нами впервые на нем побывала Ирина Сайгина, начальник управления культуры района. Пока до озера нет торных дорог, а приехать за грибами и ягодами на рыбалку удается только заядлым любителям природы. Я сегодня в первый раз. И я очень счастлива, что посетила данное место. И вообще туристические маршруты в рамках Сибирской кругосветки – это просто потрясающий проект. В плане того, что это еще одна возможность узнать красоту нашего родного края. Журналисты и блогеры, участники путешествия тоже остались довольны. Кого-то поразила возможность самому набрать клюквы в пределах Ульяновской области. Кто-то вдохновился красотами природы, кто-то историей ульяновских сел. От имени всех участников Улправда ТВ выражает огромную благодарность администрации Кузоватовского района и лично Ирине Сайгиной. Смотрите, какой у нас Улов. Это клюква. Настоящая ульяновская клюква. Я впервые ела клюкву, которую я сама собирала. Я впервые прыгала на болоте. Удалось посмотреть необычные места, которых, ну, я считаю, обычные жители Ульяновской области даже не знают. Прекрасная я впервые была на болоте. Незабываемые впечатления. Очень вдохновляющие и чувствуешь природу после того, как жила в городе. Я дома побывала. Вот эти вот все духи, земли, воды, вот это вот все мое родное. Я, правда, не мордовка, но где-то там в какой-то прошлой жизни, видимо, там была. Вот, и поэтому вот эти болот, это все моя стихия, поэтому я просто домой. Симбирская кругосветка с Уллправдой ТВ продолжает свою работу. Погода и время года не помеха. Даже там, где мы уже были, жизнь не замирает ни глубокой осенью, ни зимой. Например, Этнодеревня готова принимать гостей даже зимой. Поэтому впереди у нас не менее красивые и познавательные путешествия. Так что не болейте и путешествуйте по родному региону, как это делает Уллправда ТВ. Уллправда ТВ Уллправда ТВ